Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 4 июня. Вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibo Group. В студии его ведущая Марина Нестерова. Пара евро-доллар. С открытием европейской торговой сессии основная валютная пара продолжила укрепляться, стремительно приближаясь к майским максимумам. Оптимизм инвесторов в евро поддержали данные по изменению уровня деловой активности в розничной сфере еврозоны, которые оказались существенно лучше предыдущего значения. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущества покупателей. При этом открытый интерес сократился на 0,61% после длительного роста накануне. При этом объемы торгов существенно не изменились. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней достигла 151 пункта, превышая среднее значение за месяц и полгода. Но рассчитывать на снижение волатильности торгов не приходится, так как насыщенность новостного фона остается высокой. Открытие длинных позиций по рынку нецелесообразно, так как во время европейской торговой сессии паре удалось прибавить более 120 пунктов. Пара фунт-доллар. Стерлинг в унисон с евро продолжает укрепляться в паре с долларом США, но активность быков по данной валютной паре заметно ниже. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество покупателей, так как незначительное ослабление пары привело к сокращению открытого интереса на 0,76%. При этом объемы торгов сократились на 18,5%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней достигла 135 пунктов, но все еще ниже среднего значения за месяц. Это указывает на потенциал роста волатильности торгов в краткосрочном периоде. Риски дальнейшего укрепления котировок пары продолжают увеличиваться. При этом на пути у быков расположен важный уровень сопротивления 1,5470-1,5500, который способен сдержать быков при первой попытке пробоя. Пара австралийский доллар-доллар США. После тестирования уровня поддержки 0,7700 активность покупателей увеличилась, но для развития более мощного восходящего движения котировкам пары необходимо зафиксироваться над уровнем сопротивления 0,7800. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество продавцов, так как укрепление котировок пары сопровождается сокращением открытого интереса на 1,1%. При этом и объемы торгов сократились на 33%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней удерживается выше 100 пунктов и, как следствие, выше средних значений за месяц и полгода. При этом, учитывая насыщенность новостного фона, риски дальнейшего увеличения волатильности торгов остаются высокими. Продажи актуальны ниже уровня 0,7750. При этом пробой отмеченного уровня сопротивления откроет путь к 0,7800 и далее к 0,7840. С открытием американской торговой сессии будут опубликованы данные по изменению количества первичных обращений за пособием по безработице. В момент публикации отмеченных 100 данных может увеличиться волатильность торгов долларом США. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка». Погрузитесь в мир финансовых новостей. Подписывайтесь на канал в YouTube Forex Fibo Group TV и получите актуальную информацию о Forex от компании Fibo Group. Fibo Group – ваша финансовая группа поддержки.